Девушки отдыхают Всех чиновников, правда, образцы спецодежды для служащих пока не разработаны. Я вам предлагаю несколько вариантов, которые, может быть, вам понравятся посмотреть, которые ближе к вашей задумке. Есть у вас минуты подумать, можете внимательно посмотреть. Вот, мне кажется, вот этот вариант, но он более близок исторически. Виталию Милонову более всего приглянулась форма германского адмирала. Модный приговор депутат вынес мундиром Преображенского полка и инвалидной команды. По словам самого Милонова, что именно носить, вопрос второй главный. Если чиновники будут одеты все как один, словно гимназисты, то и вести себя начнут соответственно. Нажимайте на тормоза! Хорош! Нажимайте на тормоза! Депутаты, вплоть до сенаторов, на этих ходят и по борделям, и по стрепушникам. Но это уже будет исключение, это уже будет неправильно, поскольку люди будут бояться опорочить честь своего мундира. Вот здесь представлен проект Аэрофлот, бортпроводницы, которых мы одеваем. Проект РЖД Сапсан. За элегантность всех стюардесс Аэрофлота отвечают швеи петербургского предприятия. Сейчас они выполняют стратегический заказ, создают сотни тысяч комплектов новой формы для российской армии. В случае необходимости готовы одеть и сопоставимую по численности армию чиновников. Вы могли бы им предложить костюмы такого же примерно качества, как костюмы, например, Брионе? Я думаю, что да. То есть костюмы, которые продают в бутиках, вы могли бы отшивать просто гигантскими партиями? Вы знаете, мы сейчас отшиваем гигантскими партиями наш продукт. Соответственно, если будут такие пожелания от госчиновников и, в принципе, по форме на одежде, мы справимся с этим. На стиле, как бы сейчас его назвали милитари, была основана вся коллекция формы служащих Российской империи. Ее создавали поликалом подтянутого армейского силуэта. Историки от моды уверены, современным чиновникам придется сильно попотеть в спортзале перед примеркой подобной формы. Чиновники, которые никак не привыкли ни к корсетам, ни к стягивающим вещам, ни к нижнему белью специального стягивающего свойства. А мундир, понимаете, это структурная вещь. Это вещь, которая должна шиться по определенным стандартам. И попробуйте, ну, ввинтить чиновника в этот мундир. Не все в него влезут. Даже высокопоставленные чины империи не могли позволить себе вольность в одежде. Петровская табель о рангах, по сути, сделала Россию страной мундиров. У каждого из 14 классов табели своя четко определенная форма. По ней и отношение к человеку. Титулярный советник, мелкий чиновник Акаки Акакевич Башмачкин из Гоголевской шинели скоропостижно скончался сразу после утраты этого предмета гардероба. Шинелька-то моя. Что, братцы? На Ленфильме, где полвека назад снималась шинель, до сих пор сохранились десятки костюмов кинематографических служивых мужей. В форме каждого класса табели о рангах соответствует современный аналог. Статский советник сегодня приходил бы на работу в прокурорском мундире. Низший чин, коллежский регистратор. Одевался бы как таможенный инспектор. Если ориентироваться на прошлое, то примерно вот так могла бы выглядеть заготовка осенней спецодежды для чиновников. Это киноверсия, стилизация под 19 век. Правда, сюртук не оформлен, а это значит, что глава района либо депутат могли бы самостоятельно прикрепить к нему соответствующие нашивки и аксельбанты, чтобы важного человека можно было рассмотреть издалека. В зависимости от этих отличительных знаков может измениться и обращение к чиновникам. Столетия назад, перед тем, как завести беседу, предстояло еще правильно определить по форме, как обратиться ваше высокородие или ваше превосходительство. Учитывая, что в последнее время инициатива петербургских депутатов все чаще становится нормой для всей страны, обращение ваше благородие глава муниципального образования может стать требованием закона. Дмитрий Рунков, Пульс города.